всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале о вязании сегодня у нас второй день осенних стартов 11 октября вчерашнюю игрушку я в ночи доделала лягушонка но показывать не буду покажу уже когда буду отчитываться за все готовые игрушки у нас сегодня еще темнее на улице чем вчера погода слякотная дождь но решила я что если ждать когда посветлее то можно не начать снимать вообще поэтому несмотря на погоду буду снимать если не получится у меня вытянуть в редакторе чтобы было видео посветлее то прошу прощения как я вам уже изначально говорила что в осенних стартах будет 5 игрушек на организатора и на девочек участниц как всегда все ссылочки под видео в описании одну вот игрушку лягушонка я связала вчера также у меня в планах три разных зайца кролика и еще одна игрушка которую я вязала только один раз ну пока не буду вам раскрывать чтобы было поинтереснее будем держать интригу сначала думала что вязать вот эту вот вторую игрушку которая не заяц но потом так решила что наверное будет интереснее если я их буду чередовать поэтому сегодня я вижу зайца кролика вернее вот из такой пряжи собираюсь вязать это пушистая пряжа гернард минк ну белый цвет 345 понятно да что у нас тут по составу ну понятно что это скорее всего стопроцентный а вот он до стопроцентный полиамида 50 грамм 75 метров а я из этой пряжи вязала только альпак не очень у меня есть опыт вязание из нее а нет я еще вязала бороду санта-класса но мне нравится как она выглядит там вязать буду по мастер-классу платный мастер-класс у чижонки то у меня это было записано сейчас секундочку зрюмова ольга если правильно я записала платный мастер-класс но у нее там такие плюшевые кролики сидящие я и также есть как вариант связать этого кролика из минка он будет меньше размером я большие не хочу вязать но как выглядит мне намного больше понравился вот из минка именно он такой прям реалистичный живой вот как как будто вот карликовые кролики домашние которые квартирные мини кролики вот он прям так выглядит поэтому я решила сегодня поработать над этим крольчонком новый год приближается и посмотрим что у меня получится сколько я успею сделать опять же буду работать до обеда над проектом после обеда над заказами я тут еще вчера еще в один проект записалась насти кто из организовывает на вижу к новому году начнется со следующей недели ну там такой долгосрочный проект на 9 недель по моему если ним не ошибаюсь до 18 декабря и там нужно составить список максимальный сколько ты хочешь кого связать и соответственно очень много номинаций с призами много спонсоров вызвалось давайте я вам оставлю ссылочку на видео приглашением под этим видео может быть вам будет интересно и в этом проекте одна из номинаций есть 200 зайцев то есть будет разыгрываться при среди тех кто свяжет 200 и больше зайцев ну вот я думаю поучаствовать в этой номинации потому что у меня наверное это час самая часто заказываю игрушка в любой интерпретации и в погремушках заяц это то что заказываю чаще всего и комфортеры зайцев заказывают вот у меня сейчас плюшевые зайчики вот эти забрали из наличия надо тоже вязать но вот как раз на следующей неделе я начну это по платному мастер-классу магнолия то есть и попробую как раз глазки по-другому сделать как девочки советовали вот эти зайки у меня будут как вариант и еще двое зайк в этом проекте на этой неделе я буду вязать и показывать вам поэтому вязать кроликов как раз таки сейчас это самое наверное нужное они будут к новому году определенно пользоваться популярностью уже многие заказывают на новый год все они буду долго болтать пошла я работать над проектом через несколько часов подключусь и покажу что же у меня получилось что сейчас уже почти вечер я уже и над проектом поработала и над заказами поработала думала останется время после того как сделаю то что задумано сделать и мне сегодня по заказам еще повяжу но к сожалению уже толком времени нету почти уже 5 часов вечера сейчас пока еще сниму пока смонтирую пока загружу на яндекс дзен на youtube это уже будет совсем вечер поэтому решила уже подключиться снять и если тогда уже что-то еще сделаю то будет в итоговом видео вот что у меня получилось за три часа вязания кролика моего то есть можно сказать что я связала вот основную большую деталь три часа к повторюсь я работала над этим но это этой деталью а я не знаю насчет вязание из минка я вообще не понимал кто эту пряжу придумал может быть еще спицами но опять же спицами я так понимаю что если взять поворотными рядами то это будет некрасиво будет видна рядность это если только вязать что-то по кругу а что можно связать по кругу ну в общем как бы пряжа конечно в результате вот красивая игрушка получается но вязать ее хуже наверное только софте вяжется хотя не знаю может и и не хуже а примерно одинаково не видно вообще петелечки плюс еще а вот софте хотя бы не надо выворачивать как бы до с изнанки вязать а тут же еще и выворачиваешь ты ее потому что получается что когда вот вяжешь деталь вот например отсюда да у тебя красивая пушистая сторона остается внутри на каком-то этапе я надо вывернуть но вот лапки там ладно связал деталь потом вывернул а вот здесь пришлось вывернуть когда лапки я присоединяла потому что здесь вывязываются лапки потом начинается вязание отсюда вот довязывается до вот этого места и потом лапки присоединяться и дальше вяжется по кругу и вот когда дошло до того места где нужно присоединить лапки мне пришлось ее вывернуть и вязать как бы с изнанки ладно еще просто когда там ну большое да вот большая деталь а когда пошли убавки тем более вот здесь уже это ну прям очень сложно поэтому вот как она у меня была из не то что нелюбимой но вызывает сложности в работе лично у меня не знаю как у других может быть кто-то любит из нее вязать но у меня вызывает сложности я вот уже столько прикинула за это время пока вязала этого кролика я посыпал полухлопка его уже полностью за эти бы три часа наверное связала но красиво ничего не скажу но повторять как бы особо в больших там размножать их да я не хочу вот честно это очень тяжело и я еще плюс не знаю сколько мне еще цену за него поставить полностью свяжу посмотрю сколько уйдет у меня пряжи потому что там написано моток полтора матка у меня было два матка вот уже моток здесь и чуть-чуть мне не хватило от второго матка я чуть-чуть уже сюда добавляла а тут получается еще задние лапки но они небольшие хвостную соответственно голова и уши мне кажется как раз таки второй моток уйдет полностью ну и плюс по времени сколько у меня займет это все посмотрим так что вот такие у меня дела вот такой результат у меня 2 2 дня осенних стартов очень надеюсь что я этого кролика до конца недели до вижу потому что я и сама хочу его уже связать и выставить наличие и как возможный вариант игрушки к новому году потому что уже конец ой фут и конец середина октября что-то меня уже наконец уже все начинают задумываться о игрушках к новому году и надо что было и наличие и соответственно люди знали что я такое могу сделать все пошла и монтировать до завтра